Максим, как самочувствовать? Живой пока. Как настроения, перспективы какие? Сколько у нас процентов в процессе? Это ворота. Смертный тренинг. Ваше мнение по поводу процесса, что-нибудь сказать можете? Ну, кроме того, что дела стабилькованы, сказать больше не нужно. Можно посмотреть ролик и все понять. Прокомментировать этот ролик можете? С чем связано вот это все? Связано с тем, что в организации бывают. Мы решили просто ее прекратить. В общем, в целом, спать запретили в конечном итоге. Так что, ну, хоть это радует. Не связывайте ваше задержание с бухгаловным делом против сотрудников федеральной службы? Я думаю, там много факторов. Они все-таки дали синергический эффект. И кто там сотрудник или великий, или желание скрутить грейдинг в государстве. То есть здесь, я думаю, что все слилось выедино. Максим, свою вину, в принципе, признаете или так-то не можете это прокомментировать? Может быть, хотите более мягкий срок, если в дальнейшем, после рассмотрения? Нет, естественно, что я хочу более мягкий срок. И при моем отношении к правосудию, я бы часто тут признать зиму от бедного освобождения. Ну, это смешно. Это не 19-й век, конечно, но... Девок, побежал. Но суть в том, что в этой стране оправдание возможности, чтобы судей присяжили. Только судей присяжили. Сейчас нет суда присяжных, поэтому вариантов нет. На условии содержания вообще как самочувствие? Можете рассказать о себе, что сейчас... Условия содержания в лакшем. В лакшем условии я, значит, 8 месяцев стал в оконке, который стал в Магдинске. И вот там, собственно, и получился прибор. То есть я не знаю, у меня совпадение, но у меня пока все нормально. Похудели? Ну, я не просто похудел, я не волю, чтобы совсем не превратиться. Новую книжку не пишете? Я еще за тени отсидел. Знаете, я одновременно написал две экстремистские книжки, создал международную аргентацию. Я делал с собственного телефона, потому что это стоило 100 тысяч рублей. То есть здесь я или дегенерат, который стал, или надо понимать, что дело политического и вероятность на приход. А вот, если я дегенерат, то признать, что я не вменяю. То есть если нет, как-то вот, или, то усысь, не будете ли, крестикой едете. Расскажите историю про паспорт. Были на Кубе, когда вас оттуда депортировали? Действительно ли у вас не было документов при себе? Ну, у меня выкрали документы за несколько дней, за истечение визы. Все, виза истекла, приехала полиция Революцион, задержали, оцепили дом. И через 10 дней выдали меня сотрудникам ФСБ России. А когда ему задержание было? Если честно, оно было совершенно неожиданно, потому что по законам интерпола, они не могли даже делать привозку. Оно политическое дело, а устав интерпола запрещает непрятно принимать политические, религиозные дела производства. То есть это было выгодно, как не экстрадиция, а просто депортация на родину, загружение визового режима. По документам меня встретил в аэропорту сотрудник полиции, пригласил меня войдем на следственные действия. На самом деле я летел на ручниках с четырнадцатым грудниками. То есть мы как без действия и говорят одно по факту, другое. То же самое и с делами. То есть обвинение предъявляют в разбое, но при этом, ну ты сам понимаешь, за что ты сидишь. Ну это все. То есть так, собственно, в стране все дела и делают. Спасибо.